александр был не такой туда что почти не говорят и мага был такой просто дает ли тебе преимущество допинг раньше там толпой там на на пацана бьют и он там отбивается такой рубится и там один момент они останавливаются говорят и все успокойся красава ты нас ури мужчина там можно ли сказать что для тебя токов является как одной из первостепенных задач провести с ним бой александр милянника зверь ты уже с этим растешь ну когда мы пару копачки десантников подкидывали вывестникам там хабиб сказал что логичны следующий бой с александром шлеменко ну вообще это не мужской трешток со стороны меня его как будто с мужиками у него какое-то свое видение там я уже значит момент такой все спорткомитет это не оставить все я уже ничего нужно вы попали i'll be back толя хочешь историю до раскручиться на подкасте давай почему не выдумано почему ударка началась ударка почему с ударки вот как мы с алькантарой первый раз да я как раз хотел об этом бою поговорить неожиданно взрыв алькантар из юси и просто нереальный напор ударка даже сейчас я просто скажу те кто с магомедом в зале golden team работали знали что у него хорошая ударка просто мне кажется был момент пока ты еще в боях не совсем это прочувствовал ты делал то на что ты больше уверен свою борьбу да вот с одного поединка на другого ты уже прочувствовал ты стал более уверен от это у тебя и было так так да это правда да на самом деле мы уже давно мы могли хорошо работать ударки но я этого не делаю бы и давлю по сей день скорее всего я бы проходил ноги там и по зак и контроль а тут ситуация такая вот честно меня очень сильно осыпало все знают это но мы так и не вот у меня очень сильно осыпало мою грудь очень не не понимали не было что там анализы показывают что-то тяжелое там и так далее что-то с кровью не так вот просто врачи не могли понять что с этим делать знаешь на бывает до прыщей когда с одним корнем а бывает вот прыщики там три такие головки там три вот и и у меня вот прямо вот палец нету места поставить все забита здесь короче я теперь продолжаю вот так тренироваться на этот бой и мы конечно боремся чуть-чуть поменьше боремся и когда мне били сюда план был что если чем мы проходим будем бороться там в бою с алькантарой да и тут я с этой груди и теперь мы антибиотиками как-то их затушили эту ситуацию и и потом тоналка и так знаешь закрасили этот момент тоналкой если вы посмотрите это противостояние вы увидите что у меня вот этот кусок отличается от вот этого всего остального ты еще гримера себе сейчас пройти алькантарий да там там гард гурт там прикинь и тут же такая ситуация я думаю конечно вот с этого нет уже с этого началось что я прям вот понял что нет я могу я хочу мне понравилось а так если мне тоналка то проходить спасибо тоналки за мою резко газуете срочно срочно вас ждут вот эти два бомбовых парня а в армянах разбирается друзья я вас приветствую вы на канале файт-шоу здесь мы говорим о смешанных единоборствах о спорте и не только меня зовут вартанян эдуард со мной армен гулян и у нас сегодня в гостях магомед исмаилов мы очень рады тебя видеть чувствую воздух здесь не разряженные ноги от полу не отрывает так что мы сейчас вроде не да я здесь вы меня вынудили спуститься на землю к эдуарду артаняну чисто к нему он по земле ходит брат я сижу короче космос прием мкс мухаммад не отвечает я году блин я вроде с ними знаком давно попробуй ты эдик мухаммад не отвечает в итоге видео в instagram запилил и он нас увидел у тебя на мобильную связь телефон не направлен только на инстаграм уже эдуард так позвал меня на этот на этот подкаст все вы до сих пор думает что это предложение подраться мага ты сбежал от боя со мной в тяжелый вес выиграл александр емельяненко и теперь ты в космосе но пора возвращаться пора спросить меня за лысого коротышку лысый коротышка ты так невысокий ну когда я тебя нокаутирую в нашем бою держите меня у тебя самооценка будет ниже еще роста твоего так что жду тебя на своем подкасте у меня уже интервью берут понимаешь спорт 24 советский спорт и так это все я так прогнал я так и говорю он не может подраться понимаете я жду его вызываю ладно мухаммад начнем то из-за чего ты оказался так высоко это твое противостояние с александром емельяненко много было огромнейшего внимания к этому бою тебе практически никаких не давали шансов большинство фанатов александра букмекерами профессиональных экспертов да он делает отсылку армена нашу передачу ты можешь после убедиться мы вообще нисколько в тебе не сомневались потому что мы немного в спорте разбираемся и более того я даже сказал что закончу в третьем раунде я смотрю подкаст молодец мы как люди изнутри хотим спросить насколько это противостояние было для тебя тяжелым потому что по бою было все очень просто и легко даже если зрителю кажется что легко да ты как профессионал да мы как профессиональные спортсмены по-моему где-то где-то устаешь там где-то под забиваешься и так далее легко это не бывает все равно три раунда работы даже просто сейчас лежачую грушу который вообще не двигается вот тобой и обид тоже не просто устаешь к интересно как с чем ты сравнил сейчас одну секунду я не говорю об ожидании сейчас я не ожидал более серьезного противостояния каждое свое противостояние каждое которое я выиграл я не знаю у каждому у меня в последний день я только в воображении в последний день в своем воображении у меня все получается так как я хочу до до тех пор мне кажется он там везде сильнее чем я и вот тут тоже мне тут естественно когда мы встали уже в клетке я просто вот смотрю и понимаю слушает такой большой дядя на самом деле сейчас стоит перед тобой думаю какой он большой и когда он не говорил это саша же говорил типа такая большая голова типа вот ударишь не промахнешься да и на самом деле он тоже у него тоже большая это такое большое лицо он сам большой весь такой в один момент когда я там в глаза так поднял на него посмотрел когда же я подумал ничего себе у тебя какое большое лицо тоже как бы не промахнешь исходя из габаритов это выглядело как школьная драка дерзкий младшеклассник и в принципе я понимаю почему с ним те тяжи уставали в принципе вот почему уставали они вот эту делать работу дал них лишнего веса много было и плюс на самом деле он вот в первом раунде я это понял он нагружал меня каким-то образом но знаешь пока силы были он как-то стягивал все время вот вязал ручки да как-то у меня вот я понимал что как-то это нагружает меня и уже начал расслаблять уже не обратно и вот обратную вот эту тягу не делал знаешь вот он сюда дает а я чтобы ударить туда и просто не напрягался вот я понимаю что он хочет чтоб я устал вот он ждет что он станет и я не смогу ничего делать буду плавать как это у него и бывало до с его оппонент смотри первый раунд за три секунды до конца корнеев зачем-то останавливает бой когда уже не сопротивляется александр и ты начинаешь ему что-то объяснять что-то объяснял я говорю а что ты ждал то что ты хочешь я просто каждый раз я когда бил это настолько было эмоционально ты прям начал наезжать на рэфинг скиллс форме форме не тайн без файты за урага из файты за ур и за ур о нот айдин хайдан десет муха зужи я каждый удар добивающий который я отрывал я очень не люблю вот такое когда человек такое тело дай уже не соображающие лежит до ему там впихивать даже не любитель этого на самом деле тут ситуация знаешь каждый раз когда я отрывал руку вверх я думал он же сейчас толкнет меня что у меня клянусь и и тут моя еще раз еще раз отрываешь ты же уже как бы каждый раз я отроднул час уча столкнет у меня даже они как-то в небольшой задержки некоторые удары были помощи я ожидал что у меня сейчас останы мухаммад в этой ситуации меня могу сказать что как рейф или да как человек который и ты тоже судил прекрасно понимаешь что когда остается 10 секунд до конца раунда судья уже ждет эти секунды когда совершенно не брать на себя ответственность за основки еще у вас будет достаточно принципиальный был из-за этого если бы скажем это было на большом прорезу и брали бы или на окончании боя здесь он просто доработал дал вам доработать просто корнееву начали если руки опустились если глаза он закрыл корнееву а когда он видел пока еще руки подняты напасу я тебе как человек который в этот момент там находился ты сейчас с экрана смотрел если ты был бы рефери и стоял бы там типу на третий удар ты подпрыгнул бы на меня но мы не вот я ну да я просто понимаю сам ты расслабился после этого ты понял что сейчас второй раунд пройдет также ну нет он как-то встал если честно вам я подумал может корнеев все-таки ну да я как-то подумал ну знаешь армии там один удар и усыплял его другой будил там вот такая ситуация его и нет я честно сказать не расслабился я просто нужно было нужно было прогнать еще одну заготовку я не смотри до боя за полгода до этого на пресс-конференции которая была в москве ты встретился с александром когда он был с клюшечкой у тебя на лице было сочувствие нарисовано ну да будем откровенны в каком состоянии был тогда александр и что-то понял вообще будет у вас бой или нет здравствуйте здравствуйте вот уже мне говорят ты такого на на лестнице когда мы встретились могут-то волновался я думал ну как тогда я думал неужели сейчас получится что я подерусь с ним сейчас на выиграю и скажет да вот и там как ты вообще мог убить там она бывает еще я там фаворит везде уже как бы александра увидели естественно я чуть и заволновался я подумал что происходит неужели этого боя сейчас не будет даже такие мысли были что но не будет этого как можно человека тот который на еле идет выпустить час в клетку а после его но стоило александра два месяца там я не знаю покачать пресс до полночек и кубики нарисовать просто уехать в чечне ну да как сразу на фаворит и фаворит разговаривали мухаммад что если бой был бы на тот момент мы могут просто сто процентов тебя давали а то что момент перенесли бой у нее было больше времени подготовиться чем лагере где еще режим ему хочешь не хочешь придется соблюдать тут уже понятное дело что в этом и сыграла ему на руку больше часть ну да заезжут многие обсуждают тут знаешь какая ситуация многие обсуждают там вот александр был не такой туда-сюда почему не говорят и мага был такой просто мага здесь сделал так он сделал так мы говорили не переживай это да это да нет это вы тут то что это говорите это понятное дело вы спортсмены профессионалы учить по-другому видите его обстановку да и ситуацию а людям к за александр был не тот там и так далее не тут не выходят туда не тени выходят полгода люди готовятся то что он значит он был уверен что я не смогу его повалить если он не боролся это никак не оправдывает его поражение даже он не боролся например сейчас я выйду мага просто не боксировал поэтому могу разбили лицо ну так боксирует он стал боксировать выходит боксировать биться вот но я не считаю что он был какой-то не такой одно в принципе мы его в партере контролировали в принципе если мы будем подходить к противостоянию так как этому навряд ли кто-то сможет выйти из-под нас вылезть по поводу прыщей вообще у тебя на груди неоднократно неоднократно тебя бывает не скрываешь этого тебе задает вопрос что ты химик понимаешь ты естественно поле так дипломатично говорит что я ем курзы и так далее так же ты упоминаешь что ты пьешь тотему понимаешь но тотемы это железо железо необходимо для того чтобы при употреблении анаболических стероидов и увеличенном гемоглобине у тебя нормализовалась подожди просто дает ли тебе преимущество допинг вот реально то есть конкретно там тестостерон пропианат аксандронол прекрасно больно очень хорошо четко знаешь каждое на зоне каждая буковку ты на место по мухаммад историю сказал я тоже расскажу историю четырнадцатый год извиняюсь приезжаем и в абхазию на сбор тверские парни зеленые мухаммад мы тогда еще блогером таким не было но сама мухаммад когда в зал заходил все равно внимание всего он шоумен сам по себе и мы все мага все и мы в маги как более опытно спрашивала мага как тренировать чё как мага а вот там химичен вы да и мы такие зеленые парни вообще я считаю химия но не не конкретно мне да вот час ты сейчас на меня так не переводить тоже ситуацию я скажу что вообще кто из кто химичит химия мне не дает там и каким не учить боксировать а то мы реже добросу мы прекрасно понимаем же проходы в ноги не учить делать она помогает человеку там например восстановиться быстрее вот скажи вот основное у тебя какое преимущество от употребления я не могу ничего тебе об этом сказать от тебе нужно конкретного прям заядлого такого химика спросить прям конкретного и заядлого что у тебя по химии школе не только по химии вообще плохо учился учился я хорошо просто посещал редко школа сейчас познание химиков сейчас лучше нет нет ситуация такая ситуация такая же например на такая приблизительно такая считаешь ли ты употребление вообще химии это читерством преимуществом и так далее это второе кстати популярность и вопрос почему ты выбрал емельяненко ну там извините пожалуйста там как бы вообще-то в нашем случае вот именно с емельяненко я бы вопрос адресовывал ну как минимум не ко мне да я бы с александра начал как минимум да ты посмотри на разницу давай так я-то всегда всю жизнь себя форме держу проект я всегда принять сейчас покажу 16 лет не фотографию где с кубиками там я удивился разрешить и без резины зашел и а тут и как бы ты видишь александра который чуть-чуть с тростью да и тут через два месяца он уже такой а его повед там да это уже вот это как-то наталкивает ну это в первую очередь наталкивает на мысли а то что письма его вышел что я вышел туда есть прям так а химии говорит я вышел бы 100 200 килограмм туда только я вышел 93 килограммов и химии может быть или врач наверно хороший просто естественно подожди но врач не обязательно должен исходить там из химии там или чё-то врачи можете накормить правильно вот и и так далее да правильно по питанию подвести как я понимаю вас общего ради не обязательно можно называть это читерством там где это например есть есть юсада например да там ну в допинг-контроль конкретные то в этом где в этом регионе где они под допинг-контролем да это читерство да это читерство есть ты там уже долбишь до среди тех кто там ты находишь варианты среди тех кто там чисто например двигается ты такой это читерство а когда ты живешь там в россии например где допинг-контроля нету как вы нечительство это нормальная обычная ситуация то есть все это ты делаешь но если если таким образом человек будет оправдывать себя то я скажу принято ты вот когда он зародилась идея боя с александр именика и что для тебя в первую степенную стоял вот как мотивация на это бой это деньги это известность возможность лететь в космос но в первую очередь меня натолкнула на и же типа ты не сможешь глупости не говорить что-то не все же вот это уверенность у тебя ты просто понимал что ты лучше его или вас уже доказать что север я звонил определенным людям знаешь и говорил ну давай буду честным да этот рамазан я набрал брату до старшему а у нас там сессии как бы у нас на 84 должен следующий противостояние вас уже говорите как александр говорю же у меня волнение появляется внутри дня не говори александр рамазан хорошо потом он не перезвонит рамазан говорит все нормально короче мы я вижу как мы можем с этим исправить а естественно я понимал что и слова и там и деньги там и и так сказать такое длительное послевкусие там ну будет я понимал это если выиграть это противостояние и он для меня но почему-то я но знаешь глаза боятся руки делают говоришь мне тоже казалось я же всегда емеляненко смотрел как он смотрит с определенного момента думал да ну тут зверь доза определил карты молодой особенно в праве потом ты вырастаешь да да ты все ты же на него смотришь как на зверя и ты с этим растешь да что ты александр емеляненко зверь ты уже с этим растешь как и когда определенный момент пришел у нас легче не совы но когда когда александр потом приходит и в этот помнишь он у него такой переломный момент был в ахмат пришел тоже под кубики впервые побеждать да я вот когда увидел я подумал да ну вот кто ему сейчас там конкуренцию состоит интересно вряд ли кто-то там состоит конкуренцию момента пока его не поварили ставки были неравны ты здесь как сказать если ты выступаешь ты такой ну я среди вес выше а если ты побеждаешь то ты уже в такие же ему и договорил пазда я это говорю я проиграю миска тут мужчина он там попробовал залез до от она вряд ли сейчас с нынешним это как измерять вот время знаешь раньше там толпой там на 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 пацана бьют и он там отбивается такой рубится и там один момент они останавливаются говорят и все успокойся расслава мужчин давай этот как у по как зовут тебя там например да а сейчас вот в наше время сейчас там будут сопротивлять да нет но имеется ввиду в час вот время такой я знаю но ситуации где вот ну мне вот рассказывать агурас уже никому в голову не пришло скатит чё за мужик там аз уже так воевал с нами зачем почему-то никто не спросил после драки вот лучше ситуация такая же уже времена времена если тебя есть вариант загасить загасит нежели там но это не опять же таки я думаю ты уже через только не за всех интернет хайта что ты его уже как я я читал вот этот хейт до тех пор пока мне вот плевать не стал дал тебя за лям перевалил уже тяжело да уже было посложнее после боя ты напомнил по поводу пролететь над гнездом кукушки ну тем самым показал что мы все можем рано или поздно там пролететь было ли в твоей карьере так чтобы ты пролетелом не знал что стоковым по моему я конкретно про свои эмоции я когда летел я так развернулся i'll be back то ли а так что нормально а ты еще зависит от того как ты пролетал оттуда вот так было видно что ты хотел такого запустить вроде не куда я его отправить хотел на слишком сильно хотел отправить его в космос не знаешь когда я так взял и так запустить хотел байт без азов там вольной борьбы значила из определенные у каждого действия есть там определенные пункты ты должен там ножку ставить таз подставить развернуться выйти так не позволить ему обвить твою ногу при в момент когда ты будешь выбивать его чтобы это сделать надо зайти сбоку он не может зацепить короче есть много там а я вот без этих пунктиров а я хотел чтобы вот прям вот рывком а он меня подловил ножку я вот чапки все произошло только на голову короче много всего кому-то я должен был проиграть вот я сейчас вспоминаю этот момент и вот каждый вот пункте который в клетке произошел я там пытался забежать вспомнил что это рынка шабу сетку нижние повесили только я вспомнила она помешает обратно сюда нога тут осталось круче такая каша стрелы можно ли сказать что для тебя токов является как одной из первостепенных задач провести с ним бой или другие есть бойцы когда в тем более интересно не я пережил это противостояние с током который произошло такого нету что просто он мне интересен как спортсмен знаешь как спортсмену с которым у меня есть история первое поражение от него но как 1 любовь но это тип типа да вот я вспоминаю люди они все обычные обычные когда то ли он даже он светится в голову большие добродушные парни я просто помню как на сборах ты ему только когда в реванш дело и возможно ты уже до природка что я много противостояния было но я помню в одно время для тебя это было прямо значимое и вот спустя столько времени здесь я нашел я нашел лучший боец которого ты победил своей карьере как живут все вспомнил у него память лысый был крепкий бородой возможно это был я сохраняем интригурую скажи всем я проявлял неуважение после боя настоящий пацан настоящий мужик отвечает отучи не было же неуважение такого я взял кимуру и думаю у меня одна наградка лучше здесь я думаю сейчас ногу уберу мага забежит и сверху будет и все было не было ногу уберу и попробую залезть ногу убираю а ты ну конечно я тяжело пережила два года вообще там то-то токов не мог слышать вообще ты помнишь кто-то у нас кимура проиграл ты сказал ничего поскольку рожиток мы кстати да после кимуры она как раз таки начинается да я я помню что было после боя ты меня спросил хороший вопрос был я короче пошел за этот раздевалку но перед пережил этот момент когда вот зрители знаешь они хотели чтобы меня увидели в неадекватном состоянии я вот это пережил все себе держал и когда вышел я уже там а короче закричал и типа в стенку хотел так знаешь когда себе ущерб там причинить хочешь там в стенку досадить значит чтоб рука заболела и легче становится рука заболит потому что я сделала моя рука и мне же работать надо это уже не до всего и тут я на юля рука такая в стенку так зашла улин такой знаешь не обратил внимание это еще меня как будто разодорило на по-другой тут на чуть-чуть сломалась на голову дверь горчит короче такая трещина в двери даже захожу туда короче никто меня не мог успокоить бешеное состояние было я все хотел крушить как этого ушел вообще как ты понял что дальше жизнь продолжается приехал домой и вот буквально там вот буквально вот в этот же день да вот после боя я так мирно начинай ребятам рассказывать так надо у хейтят кимуры как я мог figures как я могла возьми готовить плевать на эту сетку возму атак ноги третьень и как бы вот в этот момент когда я им показываю как многие надо перекинуть я вот это как бы забегаю на вот так мои кидаем на стенках сам головой вниз на диване так и ноги наверху и руки я еще не ставлю так как бы низ головой行こう и вот так руками говорю вот так надо перекинуть было и у меня что-то здесь хрустнуло короче и теперь у меня догадает что-то здесь серьезное произошло я теперь зачем ты встал зачем я это делал я думаю прикинула у меня мысли же были что я сразу приду зал завтра сразу я буду реабилити а тут нам это хрустнула теперь ладно у меня там гонорар там 60000 до там 30 тысяч из них у меня дома на эти стенки забрали еще еще тут супер черная полоса знаешь бой проиграл гонорар 30 стенки сломал там забрали полгонорара а хотя не забрали там кто-то оплатил кто-то поддержал я помню домой приехал это хрустнула нас лишним пошел снимок сделаю там такой такой врач сидите на чем знаете мне говорит такой заканчивать надо я тут смысла космосе заканчивается он там у тебя кость в кость короче там одна это может короче пронзить костный мозг нам так сюда короче он мне вот это все говорит а я его я понимаю что он как информацию доносит ночью ненавижу его как бы понят момент что ты несешь такой посмотрим нормально снимать короче я туда выхожу и у меня просто такой шоковое состояние зачем смысле он потому что на коляску сядешь зачем тебе это тебе это не нужно там а папа верни это короче все я вот с этим его знаешь вот снимут я сюда смотрю это врач передо мной который мне заканчивали я прихожу сажать домой дома короче диска короче в кармане чисто надежды которые вот с которыми я заработал знаешь цели которых я достиг интернет сможешь коляска сумка это тренировочная коляска как сумку закинул но знаешь и последующий же врач почему вот кому я пошел по позвоночникам он так далее он сказал но никак не может кость там сместиться у тебя там учета тебе проколоть хороший врач попал да и вот как только он это сказал мне я ему поверился в тому не верил я три месяца не верил ему там сколько там месяц а к этому пожил сразу мне сказал я им поверил у меня уверенность четкая что сто процентов я даже там не знаю сразу бороться начала а шеи мухаммад я понимаю что сейчас это твои гонорары очень сложно выговаривать слишком много цифр в начале карьеры можешь поделиться ребятами за что ты дрался в профессиональных боях ну знаешь вот вот смотри с булахнин за 12000 дрался 12 тысяч рублей 12 или просто просто 12000 там не если бы я проиграл там 6000 как бы потом потом ты же по моему там 10000 по моему заработал я 10000 потом 2 бы заработал третий бой третий бой не помню с кем напомню что вот с с океаном там 20 20000 25000 очень сложно деньги и там снова в тяжа да 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 что к выбрать но начинали же мы в девяносто три драться как бы Я уверен был, что я не буду гонять, что это не мое, что мне гонять нельзя. Мухаммад, а было ли в твоей карьере такие бои, которые служили чисто для набивания рекорда, или чтобы не простаивать? Да, были. У всех бывают такие бои. И у тебя, кстати, тоже могу перечислить. Ты же голден-димовец. Ты голден-димовец, не забывай. Так что у всех такие бои бывают. Да, промежуточник, тренер. Говорите за себя. Ну, хотя у Эдуарда, да, фактически всегда была оппозиция такая нормальная. Ну да, у нас были, да, у нас были. Легче говорить, у нас, знаешь, у нас с Арменом, у нас с Арменом были как бы такие противостояния. Когда я понимал четко, что Ова, там, например, тренер, я-то не говорил такому сейчас, ай, ся, вот ты бомба, он мне сейчас подобрал. Сейчас я его, короче, резко и бабки, и рекорд, и все. Просто я там, ну, понимал, что он мне вот сейчас кинул под поезд, да, короче, кидает его. Но я тоже, мне был жесток в таких моментах. Я аккуратненько там делал, красиво. После боя, несмотря на то, что говорил Александр, всего очень много, что у тебя шансов нету, что ты можешь сделать все, что хочешь, делай, что хочешь, там, типа, что можешь, и так далее. После боя он говорит, что это победа стрёмная. Время уже прошло, он от своих слов не отказывается. Это было сказано, как ты думаешь? Из-за его непрофессионализма, или это какое-то заявление? Он рассказал специально, или же это его реальное мнение? Ну, смотри, он... Что ты дрался, как не мужчина. Ему надо как себя оправдать. Нет, смотри, посмотри, Саша, вот, никогда он вот ни в одном противостоянии, где он проиграл, он не сказал там, да, я там был хуже, готов, там, или что-то, да, я там допустил ошибку. Ни одно противостояние, где он проиграл, он так не говорит, с Крокопом, да, он что-то Крокоп, там, но у него, у него есть такой момент, что он не принимает. Просто, может, он не помнит? Может быть, да, может, тяжело переносит. Но с Маликовым он говорил, я все контролировал, там, да, я после, ну, типа, я пропустил, типа, До боя или после? Ну, после боя он говорил, я все контролировал, там, у меня все под контролем. Я все контролировал. Постоянно. Короче, ну, вот, он не, это понятно, но в данном тексте, вот, который я почитал, который, типа, его интервью, там, он говорил, что ты не мужский, я думал, как мужчина, я думал, как мужчина будет драться, там, ну, вначале, потом говорит, я ему, я рад, что он так взлетел, типа, ну, имеется в виду, я стал для него, там, трамплином, там, рад, что теперь он, там, что-то, это же все так не сходится между собой, да, вроде бы он где-то сейчас газует, да, потому что я рад, что у него сейчас все хорошо будет, там, потом он опять на какую-то тему, потом свои. Ты хочешь, чтобы он извинился перед тобой? Нет, я просто понимаю, что он это говорил, да, немножечко не в обычном своем состоянии, да, там, и сейчас, я думаю, почему он не отказался, как ты говоришь от своих слов, сейчас, я думаю, он еще не отошел от этого тяжелого. До сих пор, я думаю, да, я думаю, он тяжело, вот до сих пор, вот я эйфорию ловлюжу от победы, вот до сих пор, думаю, ему тяжело так же переносить поражение. Противостояние твоем против Владимира Минеева с самого начала гонга ты как будто тебе нужно было за хлебом в магазин срочно, понимаешь, и ты быстро хотел расправиться с Владимиром, потому что кинулся ему, начал добивать беспорядочные работы, не пойми, какой план, и на втором раунде ты сдох. Ну, ладно, не сдох, ну, вообще, я не сдох. Еле встал, ты рискал, где стул, понимаешь? Но мне было плохо. Но мне было плохо. Ну, я согласен, мне было плохо. Зачем было? Это не от того, что устал, я просто мне плохо было. Я не устал, если бы я устал, я не смог бы три раунда дальше продолжать работать. Просто я стал медленнее, и мне было тяжело вообще двигаться. Очень плохо себя чувствовал. Ну, до того, как у меня врача, это понятное дело. тут дело в том, что ты в этот момент думал. Если честно, мне кажется, что не только вопрос именно, ну, вот функционального, да, именно вопроса, да, но там, мне кажется, еще был момент очень психологический. да, Армен, у меня не бывает... Ты так этого боя... Армен, у меня не бывает в бою, вот ты не веришь, мне не бывает в бою, что я эмоционально... Я вот, как только бой начинается, я безэмоционально работаю, безэмоционально. Я могу на секунду там, например, подумать, ах ты говнюк там, на рефере и продолжить работать там. Может быть, я один удар нанесу чуть сильнее. Ну, Ромаш, перед этим боем было многое сказано. Перед этим боем это было в первый раз, когда ты столкнулся не с добрым хейтом каким-то, а у вас пошли какие-то такие грубости. И мне кажется, для тебя, для человека большое эмоциональное давление было. И для тебя вот такой бой с ним являлся... Вот это агрессия, которую ты на судью направлял, который ты после боя... Это было больше часть неудовольствия самим собой. Вот те эмоции, которые люди вылавливают, исходя из этого боя, которые вот они видят меня, на самом деле у меня было очень тяжелое состояние. Я ни в одном моменте не могу сказать, у меня смешано было все, знаешь, я мог пошутить прямо там, а после боя мог пошутить, а мог газануть, так разозлиться. Но не было у меня определенного конкретного состояния негативного, злости или что-то. Я понимал, что бой не так должен был пройти, не так планировалось. Я понимал, что у меня что-то со мной произошло, я точно понимал. Я точно понимал, что я ненавижу вот сейчас рефери в клетке, вот что я вот прям ненавижу его, да. Одно дело, когда мы увиделись после, чуть-чуть по-другому, ты видишь с кем, с рефери или с миниевым? С рефери, да. Ты видишь живое там лицо, которое там не выражает по отношению к тебе какого-то негатива и так далее, открытое, такой обычный, обычный человек, обычный, как и я. И вот ты уже с ним начинаешь, обычно нормально приходишь к чему-то, по рукам даешь, разбегаешься. Вот именно с миниевым-то что? С миниевым, по рукам тоже дали мы в Турции с ним, тоже пожали руки, но... А до того, как дали по рукам? Жестко я нападал как ненормальный на него, я там... То есть это все-таки не хай был? Нет, в Турции нет. Это реально было? да, и в один момент я подумал, знаешь, я сел и подумал, может, на мою эго, я не знаю. По-моему, я думал, это уже моя гордость какая-то, я думал, я уже в принципе понимал, что я сделал, то что я хочу, мне больше ничего не надо было, в принципе. Если до этого мне сказали бы, если вот так сделаешь, тебе хватит, я сказал бы, да, мне вот этого будет достаточно. А там я не мог успокоиться, и в один момент я помню, Камрана должен был быть бой, и прямо вот сел я с Камраном и, ну, на боти, Камран, и говорю ему, я, по-моему, я говорю, это уже мой нафса, да, я ему по-нашему говорю, это эго. Я говорю, по-моему, я его, ну, и он говорит, я говорю, по-моему, надо уже тормозить эту ситуацию. Бой с Минеевым прошел, но сейчас уже опять заговорили о нем, Камиль Гаджиев очень сильно топит за это противостояние. Ты в интервью одном сказал, что для тебя это уже не так актуально, что ты уже в рейтинге гораздо выше, чем Минеев. А если Минеев сейчас будет ходить и интересоваться, кто победит в вашем противостоянии, если он будет спросить уже бой от тебя, вот тогда как ты, это другой разговор уже, другой, пусть активность покажет, я вот это говорю, не все же должны за него просить. Пришло ли сейчас время, когда он должен ходить и просить? Да, вот именно то самое время уже два боя назад говорю, пришло, я не слышен никто. Уже пора, чтобы он снимал там вопрос задавал, кто выиграет, двигался, я же перед тем, как создать это противостояние, я же что-то делал, я же делал, когда они мне говорят, Камил, когда говорит, вы сделали, и он так любит, вы, мы говорим, кто это делал. Мы-то знаем, кто это все сделал, вот это говорю, нужно смотреть дорожки по отдельности. Мы в один момент, мы почти, вот у нас прошел бой, ничья, и в один момент мы двинулись по отдельности. Вот исходя из этих дорожек можно сказать, кто сделал шоу, кто делал, а кто не делал, и так далее. Поэтому, ему нужно активизироваться, он должен быть активным. Ты помнишь момент, когда он уже у тебя... Космос! Это Владимир, у меня его, передай сразу, он в текущем. Это я вам накидываю, а вы там уже развеетесь. Ты сняешься камеру, что ли? Ну что ты? Давай, двигайся, двигайся, давай. когда он у тебя убегал на всех общих встречах? Там один момент такой, ухал, контракт. Вон. Мухаммад с камерой ими. Слушай, но если б я, мой такой же Мухаммад, меня же начал упресседовать, я бы тоже убегал. Если он уже взялся за это, ну его нахи. Не, ну знаешь, Мухаммад с тоналкой на груди, который преследует, это знаешь. Смотри, во-первых, во-первых, я никак вообще. Это был раз и только один раз, и все больше. Вообще, Минеев, точно Минеев, даже вот сейчас с Дауреном Ермейковым мне там определенные вещи отправили, да, там, определенные вещи посмотрел. Какие вещи? Ну, там типа у них, там типа трэш-ток, да, у Минеева, типа. Низкий тебе кажется трэш-ток? Ну, вообще, это не мужской трэш-ток, знаешь, это, ну знаешь, это там отсылка к геям, там стабильная, знаешь, отсылка, вот как будто вот что-то у него, да, вот как будто, я не знаю, да, вот со стороны Минеева, да, как будто у него какие-то, я не знаю, он как будто с мужиками у него какое-то свое видение. там. Ну тебе виднее. Ну как мне виднее? Я вот смотрю по трэш-току, по трэш-току, который вот он делает, да, вот последнее видео, да, Уренову, который выложил, это ненормально, что мы же, мы обнимаемся, мы беремся в клетке, но там, это нормальная ситуация, которая происходит в клетке, а делать отсылку, что в клетке он там, что-то куда-то там упирается там носом, это, я считаю, это ненормально просто, вот, и в мой адрес любая вот такая отсылка будет заканчиваться на улице, вопросом не в клетке, а на улице, то есть непонятно будет. Ты считаешь, это приемлемо? Вот за такие вещи, да, я считаю, на улице надо вопросы решать, не в клетке, что за это, как можно, как можно делать отсылки, мы боремся, проходим многие, да, ты иногда там разные ситуации бывают у нас в бою, да, и братья из этого делать там что-то вот такое геистическое, ну, это как минимум, с тобой что-то должно быть не так, как минимум. Но может он это делать для того, чтобы залезть Ермекову в голову? Да, он себе пусть залезет лучше в голову, там разберется, чтобы не делать такие публикации, это ему нужно залезть себе в голову и разобраться, как правильно, который, ты, вы вместе там сделали супер-шоу, как правильно это шоу делать, как правильно, мы же в России, что за, что за чушь у меня, я не знаю. Ну, слушай, если бы он не назвал тебя трусом, то вы бы не кипишнули, понимаете? Послушай, я мог не кипишнуть, да, я там где-то, я где-то, я там кипишовал, знаешь как, потому что вот, ну, это не тот человек, которому можно позволить, там, сказать, вот, таким образом, высказаться. Мне это не тот человек. Это привлекло внимание? Нет, я привлек к этому внимание, я обратил на это внимание, если бы я не пропустил бы это мимо ушей, она и прошла бы мимо ушей, я обратил на это внимание, соответственно, люди обратили, тоже исходить начали, что, да, он там уже все серьезно, как бы, я мог оставить ситуацию на этой волне, что все серьезно, но не придать значения именно этому сообщению, и все, я обратил внимание, то есть, я и вопрос, как бы, с ним решал, и при этом успевал делать, как бы, шел даже, несмотря на это, дал пищу людям, как бы, вот он трусом назвал, сейчас уже по серьезному вопросу будем решать. В честь Мухаммада, пока он добивался этого боя, когда Мухаммад создавал эту историю, никаких оскорблений в честь него не было, были только предложения провести спортивный, именно кто кого, спортивный интерес. Слушай, пресс-секретарь у тебя прям готов. Слушай, это Golden Team. Это готов, связка просто работает, понимаешь? Это нормальная ситуация. Я просто с ним вместе это все пережил. Мы вместе двигались за это время. Хабиб сказал, что логичны следующие бои с Александром Шлеменко. Что ты думаешь на этот счет? Знаешь, много с Шлеменко, это чуть-чуть отдельная история, Да, Шлеменко сказал, что это, типа, противостояние русских и дагестанцев, вообще, как ты относишься к этому? Я вообще на это так не смотрю, да, русский, кавказ уже, я думаю, я считаю, что чем дальше мы двигаемся, тем дальше живем, да, эта ситуация угасает, кавказцы, русские, противостояние, я так это вижу все же таки. У меня, может быть, не знаю, может быть, в силу возраста у меня там круг поменялся, отношения там в силу моего положения, я не знаю, как это объяснять, но вижу, что уже не так ситуация плоха, как раньше, вот я помню, как раньше к этому было там. русский, кавказец. Но при этом ты, вот единственное, что я с тобой не соглашусь, во многом с тобой соглашаюсь, в том, что ты говоришь, что ты не готов драться по правилам ума с мусульманами. Получается, ты для себя разграничиваешь, есть такие люди, есть такие люди. Нет, нет, смотри, Армен, есть вещи, да, например, вот, например, есть реклама, которую я там не захотел там за миллион долларов сделать, например. Это началось из религиозных моих соображений, да, на данный момент это моя, мой моральный принцип, я так и схожу, я не дерусь, я у меня не получусь, всегда у меня с этим были проблемы, всегда я как-то не мог настроиться там и так далее. То есть, я решил здесь ни при чем? Я решил убрать этот момент вообще из... Друзья, вы сейчас наблюдаете, когда у нас камера выключилась, Магомед уже полностью сформировал свой ответ и за это вот сейчас так уверенно с таким выражением на него отвечает. С друзьями тоже я не дерусь, это же мой личный моральный принцип, правильно? Не драться с друзьями, например, или не драться с мусульманами. Вот ты расскажешь, что многие мусульмане есть там и так далее, которые между собой тоже дерутся, ну, это же не значит, что они вообще никак не делят, я тоже никак никого не делю, я могу на улице подраться, в принципе, может сложиться такая ситуация, что сейчас меня дернет какой-нибудь парень, давай, там, что-то, да, ты не можешь спрашивать, как он в конфликсе, я ему уже там, там, не знаю, уже порешаю, ну, не так сразу, в смысле, ну, все, мухаммад, давай немножко от этой темы отойдем, давай не отойдем, я хочу порассуждать, ее так часто задают, я походу ни разу пока не доформулировал, ни разу, много раз, и все время плавал, да, все время, вот так, и сейчас тебе скажу, мне, как человек, который у тебя близко знает, тебе вот большой симпатии относится, как к старшему товарищу, мне вот эта позиция была вообще категорически, ну, вот смотри, Армен, ты же меня знаешь, как человек, ты же знаешь, что я не делю, да, вот ты же знаешь меня по отношению, что я не делюсь сейчас прусский, там, армянин, там, и так далее, ты по отношению к людям знаешь, что я не разделяю никогда, я не разделял, но, здесь есть у меня мой личный моральный принцип, который сложился исходя из моих неудобств, которые я испытывал, когда это происходило, я не мог настроиться, не мог это, мне, у меня есть определенные братья, родные, которые мне указывают на определенные вещи, которые создают мне вот это неудобство, вот, и то, что они вообще мне вот преподносят, то, что они мне вот указывают на эти моменты, это и создает мне, изначально создало вот эти неудобства, и они, просто мне пришлось убрать это в сторону вот этот момент этот пункт хорошо мухаммад немного абстрагируемся спрошу глобально возьмем вот сейчас событий которые в беларуси происходят а там с разгона мирных митингов и все такое прочее действиями омона вот ты за этим наблюдал вообще не наблюдал он увидел как омон скажем так жесткими метами разгоняет людей нет я не посмотрел еще но говорят я слышал что это происходит было ли у тебя что-то связано с омоном и я как мне известно я просто за к этому подложу что первоначально твои травмы колена цепочка началась именно с какой такой истории да да они порвали на связку и как это произошло вот так подъехали к машине и залу подъехал подъехали там есть и знаешь когда подъехали тут дверь у них одна открыта там один вот так сидит таких этих 11 отсюда там знаешь еще они как-то по своему стволы держит стояние и этот момент у меня как кино знаешь не можешь определиться что это происходит думаешь чудо-чан-дак смотришь в пятницу все происходит там руки поднимаю там а уютно жилком она выходить машины руки поднимаю машина поехала у меня выйти хочу машина поехала у меня на без машина в них уехала знаешь да я теперь походи из машины выхожу они меня а я только под забитую вчера такую тренировку сделал за день и а именно начинаю дергать и да дуба кто-то залетает полет не могу почему я вроде руки поднял я даже сопротивляю нет начали вот это я же я не понимаю что мне нужно сделать уже они не объясняют что нужно сделал пинают это типа понять должен же лечь там на пол но хотя бы там голосовую команду на ночь там влечь на пол а потом уже гасила и или как это про и вообще зачем они меня бьют я съел поднятыми руками я вот и понять нему ну ты же на вчера на тренировке забился не ты видишь и теперь а мне один момент знаешь меня это да не положит пока они меня положить хотят я смотрю кто-то сел мою машину из них и так тянет мою коробку я такая коробка что ты делаешь не может ставить прям дергать мою коробку тогда форс фокус чтобы да 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 моя ласточка только я ее сделал прикинь только сделаю забился меня положили они и на это ух такими я влежу бреки меня бьют и теперь же один момент что-то каяча там а у че-то и смотрю там вот из этой толпы ты знаешь такой задний один знаешь и стал вот так пробирается и такой я очень не понимаю что он хочет сделать такой подошел так на базар нет как сильно он это хотел сделать нет хотя меня бежья уже значит момент такой все спорткомитет это не оставить все я уже ничего то нужно вы попали ну знаешь в этот момент и безумная ситуация происходила там рядом знаешь там все что можно было там засовывали моему брату там ну реально беспредел если честно и я буду говорить это прямо потому что это происходило передо мной да ему там а открутили там это от гранаты что-то открутили что-то засунули что-то вы и вот в сумку в сумку ему там в карманы патроны патроны причем мы калибр которые вот они сами используют для чего это было сделать я вот честно я понять не смог на самом деле он ездил тренировался он там тренировки проводил ездил домой и там что у него там граната в сумке но это он еще шаурму кушал знаешь там и сумку открывал пока мы ехали все и там о гранате речи не могу как ситуацию посадили его домой а а со мной вам не вот когда меня били они знаешь же они не связку порвали а когда они машину посадили меня по сути ты мы порвали меня учета сделали я чувствую что-то не то я с коленом это нормально нормально потом когда привезли туда этот еще мне дают бумажки типа как как будто я там похулиганил что-то и знаешь сопротивление при задержании но я выдавал попутали что потом извини говорят мне все вот извини все и прикинь армен я с порванной связки полгода выживал потом мы без связки дрались помнишь с порваны 100 коленей сколько у тебя всего было травм с коленями четыре раза оперировали очень колени замучили меня конечно очень и они все равно они не будут твоими уже если пооперировал они вот как твои как вначале они уже не будут мухаммад на время отчаясь замечаю что у тебя много в передвижении даже их стойки это ты исходишь из того какое у тебя состояние коленей и ты у тебя даже движение под это уже пасхи как будто бы да но комфортное состояние ног поймал я и от этого так хотя такого нету знаешь вот в бою да с меняем он бил мне там внутренний лолкик да вот этот внутренний и не было такого что у меня конкретно чё-то меня там вот беспокоит час нога что он не там отбил ногу например то для два раза щит поставил я знал что мне нужно поставить чит уже пора бы уже а то он не успокоится с этим логиками там внутренним я пару щит поставил мыс ты знаешь это эдуард и и ты знаешь вот это кость знаешь главное вот это под чашкой вот это главный вот кусок из ему туда на так встретились знаешь не у меня там такие мурашки еще побежали знаешь я думаю чё еще хочешь попробуй же и он еще раз сразу на там буквально секунду я отставлю себе опять туда же и у меня опять там мурашки обещать и потом раз так и следующий же удар такую же все походу почувствовала что опасность есть она же сломаться может мухаммад ты часто говоришь что для тебя главное то что ты любишь это делать шоу и скажи если бы каким-то вот представьте этот врач тебе говорит там косточку позвоночник зайдет и все те надо ты в этот момент забрасываешь спорт но я знаю тебя знаю насколько ты энергетичный энергичный человек в чем вот и себя еще бы смог бы дальше развивать зашли я знаю я я не знаю хочешь ли бы ты об этом говорить на наш ты в творческом направлении двигался я знаю что у тебя много было не хочешь молодой был еще дурной волос может немного рассказать о себе вот если бы не в спорте то где и вообще когда ты только переехал в москву как ты вообще представлял то что я думаю твоим каком-то восхождении можно и фильм снять сужья думаю я буду охранником один момент не почему-то мне казалось это знаешь так просто этого охране на то стоишь на чё ты там походил туда хороший пиджак одел деньги заработал там сутки через двое там подъехался хорошо заработал но я так представлял думал охрана легче же всего так подумать в охране еще уже и учиться не надо ничего так тренированный нормально и пошел я в охрану я сюда приехал но почему-то я вот честно я уже думал я оставил спорт в охрану устроился и в один момент я не знаю почему я начал гнать вот так знаешь типа надо мир выиграть там просто вот меня его заморосил я меня когда я видел что кто-то говорит о это же наш парень посмотри дерется а у меня такой этот и а перед этим всем а отец как-то сидел перед телевизором так на меня повернулся и там какой-то наш боец какой-то или боец или борец что-то там выиграл поднимая так поворачивая когда я своих детей вот так по телевизору вижу а наверно его пахан сейчас сидит наверно такой взгляд и наверно такой типа ай сяу мой сын красавчик когда я увижу вот так на него я думала посмотрим еще как увидишь короче но это меня заряжало я думал и первый раз когда я понимал что по турниру м1 покажет по тв я думал вот же тот самый момент когда он видит меня по телевизору ну в охрану приехал сюда работать и моросил я что я обязательно должен быть чемпионом мира по моему саму потом я заморозил что надо поехать в армию и в армии я буду в спортсменом короче спорт рода служба у тебя была веселая вода да очень веселая я даже пытается все самые короткие какой-нибудь эпизод вспомнить такое знаешь так чтобы ну знаешь это не давай не будем рассказывать короткий эпизод но ты скажи мне тебя хотели привлечь к дисбату или что такое или угрожали тебе эти нет но знаешь какой момент у меня очень вот все кто со мной был кто со мной служил и и русские разницы нету короче по национальности они себя комфортно все очень хорошо чувствовали и всем было весело я веселился я веселился а мне дай только вот этот вариант знаешь когда ты понимаешь что у него больше возможностей там и так далее вот быть с ним и короче повоевать с ним тихо так по партизански да у тебя там погоны да у тебя там возможности да ты сейчас типа сказал да и да все должны сделать но давай посмотрим давай посмотрим у меня начиналось с ними вот это тихая такая война но в нужный момент в нужный момент я мог выдать все необходимое знаешь я не момент я смотрю там как в комбат идет найти а я иду навстречу я и в этот момент думаю куда мне сейчас деваться а мне там спортзал он давал возможности тренироваться очень много а с ним я по шапке определял в такой шапке знаешь это каракуль я думаю кого кулевая шапка по моему конкретно полкова когда как это серьезный тип значит значит и команды деды я такой знаешь и у меня куда деться не знаю я только можно именно на них виду комбат лучший с оппонент кого-то лучший комбат и когда мы идем один момент я когда уже подхожу к ним я только 1 а так встал таки а-а-а-а вот это строевой дал руку поднял повернулся на из строевым как прошел мимо короче и нормально там четыре шага сделал что-то в четыре сколько шагов короче пользу главное вот так пролетел и прошел и до спортзала соскочил и следующий кто был следующий короче растерялся ау и из-за этого чуть-чуть там шум поднялся ну это типа чё это там ау и потом комбат ругал он даже исмаилова уговорит умудрился пролететь про изучаешь да я очень и так да я любил вот эти моменты знаешь там с ними повоевать вот именно с офицерами повоевать любил я не нравилось что происходит в армии на самом деле один мне там три патрона дали да извини да я не хочу сейчас там ругать армии не то чтобы я ругаюсь и служили это хорошая школа жизни как бы но в принципе а ну когда три патрона дает да мы железнодорожники даже здесь на дорожке и васки я все понимаю я же люблю удивлять как бармен а потом когда мы пару копачки там десантников подкидывали вывестников там вау чудо железнодорожник такой команды пошла выделайся вывестник приехал там решал в давать его девышники и вывестник я там железнодорожник был такой с характером железнодорожник нормально это хороший путь был в рукопачном бою меня ну ладно так и быть когда заходили туда я увидел этот вот так идет строй идет солдатов с подносами и там так знаешь когда там так ставят как в фильмах когда в тюрьму они приходят я думаю все вот же этот момент когда ты с подносом так проходишь и тебя как фильм бывает как будто и один момент мы когда проходим это первый наш прием пищи был я когда прохожу мне ставят там чё-то короче чё-то и супчики два кусочка хлеба армен вот таких знаешь когда вот так порезали что ты понимал я на тот момент батон так на 1 понял чисто вот хлеб понял ставлены с двумя яичками а батон мог там растянуть так мазать хлеб меня залетал батон это я так средняя выражаюсь там еще половинка горбушка могла еще одна залететь а тут мне дают два кусочка хрюм я просто на голова закручивать только не два кусочка ям гри положи еще не положу этот не положу говорит я первый раз я не догоняю 1 ладно не положишь хорошо туда смотри ему вообще понятия не имеют что значит у него вот это что то есть там а на 1 и фрейпер а я же не понимаю сейчас что это за света как может быть он у него есть вариант так меня сейчас рубану типа не положу и мы сели такие знаешь и как только сетку голодный был как только силе я так так хавать начинаю это знаешь боец там сержанта крутипишь поднимает я учу так типа по команде там по команде прикину помогожу по команде ну ладно короче я по команде пока не он стали обратно и он такой там все стану дает команду все скажут садимся я опять так я уже чё так агрессивно я уже чё так агрессивно чё ты хочешь по команде надо я буду а ну я должен сесть вот так сейчас прикинуть и типа выждать команду типа старт и мы там хард 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 начинаем и он в любое время может тормозить эту тему короче вот за хлеб там жесткие хипиши начались у меня жесткие драки я драться значит за хлеб я уже вот это где хлеборезы я забежал к нему из батона выбегая который мы же типа курсанты и который стоит такой знаешь у него голова чуть маленькая тело большие тоже голова маленький общем какой кабан кажется нигде они подошел свой обратно стал а я только за хлебом дернулся тот момент только я так поворачиваюсь и ты знаешь такой момент и когда твои вот это то что он тебе что-то там зарядила но вот превозмогает че твое желание похавать хлеб знаешь а ночи сверху я так остановился так не захожу здесь буквально мне шаг сделать я попаду в эту хребу в этот мир хлеба а тут я так тормознулся поворачиваться ты мне не будешь говорить чем не делать я буду говорить тебе чё-то я по суше ты не понимаешь ты не будешь говорить я буду говорить такой чап чисто за хлеб армен я за хлеб когда дерусь это брать это другая ситуация и теперь короче я с ним на те вот я ему дал пощечину и отсюда сразу такой знаешь пара летел такой уже отбиваться начал армами я так 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 много быстрых ударов делают так не в этот момент подожди мы вот с этими ударами мы в сторону хлеба как я вот это да 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 накидываю ему я ему столько ударов накидываю вот пока эти удары накидываю значит с нашей роты еще таких а рука там нога вы это я живу пока ноги до 1 1 на крючок типа не лезть его и все что я закидываю все ему в лицо приходит армен все заходит прикинь эдуард да вот так я уже не падает он да я уже знаешь напоследок типа вот мы туда зашли еще в хлеб да вот хлебу зашли я напоследок такой знаешь типа ладно уже дать типа на выходе еще такую в кончик попал и он падает короче падает и к сожалению хлеб падает тоже весь вот это все так бах под это до него что да вот он там вот такая штука стояла и он на нее такое да он на нее упал казино призовой только хлеба в так замедленном действии они так падали короче на меня бежала прапорщица вот момент здоровая такая очень большая его прапорщица и я не точно подрался бы с ней понял просто чтобы остановить больше в ничего не произошло я снизу нас хорошая была я думала она бежала ко мне кто знаете короче вот прапорщицу же остановил я вот а все там уже поняли да чё за ситуация как у меня с хлебом вот потом я этому опять этому парни говорю да и хлеб вроде бы не и уже знаешь такой момент уже не там я уже просто я чуть-чуть по времени вот эти две два боя вот этот бой по моему было после этой ситуации с ложкой я я так ложкой ему я тихо кучу-чуть вот так ложка делал так и кричат начинает он вот они дам я хлеба а тут женщина поварить и как бы они вообще отношения к армии не имеют они просто я догоняю на все тихо тихо все остальные вот он нельзя рассказывать я на него напал как ненормальные не тоже не ударил его не трону вопрос я вот так кричал так-ааа ааа Stoprii ты будешь давать хлеб тебе��? будешь давать хлеб? аххх у я буду давать хлеб но видеон Collaborative мы спрашивали за сколько он дрался он за хлебом ау нет ты знаешь меня как wooden И он за хлеб был если бы они знали тренадцать штук понимаешь хлеба понимаю интересно сколько ты получил за емельяненко хлеба ну честно сказать нормально смотри сразу конкурс созрел давай ты говоришь что-то победителю конкурса подаришь а я сам конкурс который выиграет в этом конкурс но опять же по твоему мнению так что у меня есть подумать мне кажется перчатки с последнего боя были бы хорошим подарком если зайду да я уверен более чем так они еще целы они уже с последних двух боев получатся ну вот отлично с одного с подписью и с одного было бы мне не так тяжело было бы сейчас они с последних двух боев мухаммад это для тех людей которые за тебя переживают для тех людей которые за меня переживают и верили в тебя все это время окей я заберу их себе это мы посмотрим потому что конкурс следующий итак друзья конкурс заключается в следующем как бы вы назвали книгу про мухаммада исмаилова про его жизнь его приключения и так далее самый лучший вариант мухаммад выбор выберет и перчатки с последнего боя подписываем будут у вас так что комментируйте чем больше вариантов тем выше вероятность победить но это ладно мы помимо этого еще возможно вот именно такая книга и выйдет от моим из моего может им название мухаммад может многосерийный комедийный фильм какой-нибудь мне кажется шикарно зайдет причем главной роли ты будешь ты уже снимался в реальных пацанах кашу все это понял мне кажется лысый хищник да я когда бы мало того что помню как длился в эту кашу по себе лысый хищник не предлагает ну по-моему давай посмотрим кстати возможно такую книгу мы возможно смотри а очень интересная книга дала от магомеда есть мы очень интересно и сейчас таки и выберем название даже чему мы это бы нашли мухаммад представляете ты много говоришь о завершении что будет после завершения спортивной карьеры ну во первых для вас конкурент будет серьезный по подкастам там и так далее но это вряд ли только по количеству подписчиков но это пока мухаммад помни с кем ты занимался в подвале максимум пытался зловещий смех выжать из себя короче хочу сказать какой вопрос был что будет после твоей карьеры как ты себя видишь короче youtube и интернет кино я не знаю азамат бастанов короче ну да да почему нет нет и мы выберем из того что предложит азамат бастанов для этого мы же не ограничиваясь мы же не я ладно скажу я не ограничивался никогда вот именно и мы мы и правильно мы где-то юрид чуть-чуть с юмором подходили где-то как блогер себя припадана где-то где-то и в кино по снялись проверить где-то музыки были да если бы не сказали бы ты какой же ты бестолковый да пусть то как я снялся в кино да например то в это этот пунктик мы убрали в сторону но так как там не сказали что я бестолку сам себе комплиментов накидывать не буду но мне как бы мы эту дорожку не убираем она есть как бы еще кино он уже он уже в мечтах уже в другой вселенной а в космосе дакину я я думаю вот все-таки интернет это такая нормальная площадка интересная где можно зарабатывать тем более да и мы мы и по служилам то есть мм и смещение недовольство сделали мне имя просто мы это нужно правильно использовать после того как я завяжу как я оставлю вот на этой позитивной ноте мы закончим наш подкаст подписывайтесь не на у меня есть может пару вопросов тоже к тебе на вопрос к тебе но когда ты закончишь свою карьеру сделаешь подкаст мы благодарны мухаммад тебе за то что ты принял все-таки наше приглашение хотя он уже было сделано и общество публично не нужно драться то будешь ты скажи вообще не проблема да ну не говорю люди просят люди считают что это супер противостояние было бы вот эдуард ваттонян магомед из моего скажи я не готов скажи просто прямо допустим чтобы закон закроем тему 5 сентября у меня бой на и сесть 111 110 так что всех жду и там вы увидите как будет завершиться и пройдет а сейчас друзья подписывайтесь на наш канал файт шоу у нас гостях был магомед исмаилов скажи что мухаммад счастья да еще скажи просто как тебе наш подкаст нет мне нравится вы хорошая связка на то есть вы нормально скажи подписывайтесь на канал файт шоу колено связка подписывайтесь на файт шоу ничего себе резко газуете срочно срочно вас ждут вот эти два бомбовых парня в армянах разбирается друзья оставляйте свои комментарии оставляйте варианты какую книгу бы вы с каким названием посвятили магомеду исмаилову подписывайтесь на наш канал ждите будет еще много всяких интересных интервью и не только и в 10 попытки армян все же таки закончил эту речь вот плюс своего подкаста.